Экономическая нестабильность в стране накладывает свой отпечаток и на работу предприятий республики. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев посетил несколько крупнейших производств, чтобы выяснить, как справляются коллективы с кризисом и какую поддержку может оказать правительство. Подробнее в следующем сюжете. Чапаевский завод основан еще в 1941 году и за свою историю повидал немало, поэтому опыт выживания на рынке у предприятия есть. Возможно, благодаря этому производство и сейчас не стоит на месте и постоянно осваивает новые ниши. В соответствии с программой развития акционерного общества производственного объединения Чапаева планирует к 2018 году достичь следующих показателей. Объемы производства до 4 миллиардов рублей, среднегодовой выработки 1,67 миллионов рублей. Средняя заработная плата должна увеличиться более 35 тысяч рублей и рост чистой прибыли до 275 миллионов рублей. Вот сейчас кризис в стране, а у нас новые рабочие места. То есть мы людям даем и работу, и достойную заработную плату. У нас очень хорошие условия. И бытовые помещения, и раздевалки, и душевые. О нас очень заботятся. Продукцию чулочно-трикотажной фабрики знают в 62 регионах страны и даже за ее пределами. Мы ведем переговоры и я надеюсь, что в апреле мы подпишем контракт с итальянцами уже на более высоком уровне. Михаил Игнатьев поговорил и с работниками предприятий. Вопросов было немало. По оплате коммунальных услуг, работе медицинских учреждений и состоянию дорожной сети в столице. В прошлом году только мы в город Чебоксары выделили 1 миллиард рублей для того, чтобы отремонтировать дороги. Таких денег город вообще не увидел. В этом году мы получили уже решение правительства Российской Федерации. 220 миллионов рублей получаем и направляем на реконструкцию московского моста, чтобы 6 полос. Делать все это непросто. Правительство республики в ручном режиме контролирует ситуацию на предприятиях. И как отметил министр экономического развития Чувашии Владимир Аврелькин, за легкую промышленность можно пока не волноваться. Она обновляется и завоевывает все новые рынки. Екатерина Абрамова, Алена Алтухова, Александр Петров, Республика.